всем привет сегодня будут такие знаете буду продолжать свою рубрику на рассуждение на фоне да вы помните у меня был там на фоне море рассуждение сегодня будет на фоне обоев ладно не к тому значит вот о чем хочу поговорить значит а тут недавно появилась сети такая значит такой врос информационный не просто предположение что украине до скоро появится идея новой украины будут прописан будет прописана новая идеология будет предъявлена эта идеология миру на скажем так украинцам а вот и которые значит вместе с этой идеологической составляющей до с этой идеей будут строить новую новую украину естественно ну кто может это сделать в нынешней украине кроме миши чеплыги я не вижу никого я ожидала от миши чеплыги что-то подобное тем более что он такой где-то полупрозрачно намекал да где то у него было я слежу за тем что он пишет что он говорит потому что я считаю его на сегодняшний день украине ну скажем так единственным оставшимся в себе до идеологом а и вот значит он предпред предложил на его канале кстати где можно это послушать я дам ссылку на это именно на на канале миши чеплыга в ютубе то есть не на не шелестом не где-то они там где вдвоем нет это именно вот его личный канал и первое значит вышло у него такое знаете как бы обращение он там один причем он этот текст видно что читает а если миша уже текст этот написал то он его скорее всего выверил перепроверил подумал передумал то есть он уже написал и это уже как говорится что написано топором не вырубишь не вырубишь а нет написано что написано пером не вырубишь топором и вот значит я предлагаю вам пройти послушать за что там там самая главная такая вот история михаил говорит что русские строят русский мир а где наш украинский мир то есть и в принципе его идеология все что дальше он уже говорил что что дальше он уже о чем он рассуждает и предлагает людям это все строится на украинский мир вот такая вот тему я вот что подумала быть мы сергеем банарем банарем много говорили да об этом русский мир русский мир да и я где-то была тогда согласна сергеем что русский мир как будет это вот сама идеология название вот этой вот скажем так концепции она немного ну скажем так спорная да поскольку в названии присутствует русский и люди допустим находящиеся за границей до россии или являющимся не национально русскими да не по этническому признаку признаку эта идеология не не зайдет не примется и опять же нет четких конструктивных каких-то четких пояснительных вот в пояснительной записки до к русскому миру она очень длинная она очень размытая она очень и но но проходит какое-то время я была согласна сергеем то есть да это действительно было как для меня но немножко непонятно а вот но я значит смотрите как проходит начинается своего да начинаются вот эти боевые действия да и я понимаю что внешняя угроза которая уже чувственная давы для рук для русских для россиян она объединяет общество она общество объединять со страшной силой и вы знаете для меня было триггером на удивление да вот казалось бы как ты как ты понимаешь что русский мир и эта идеология сработала а я вам сейчас расскажу как очень легко проверить вышла вот эта новая песня белая березы когда для кого ты там для кого ты мать ага для кого зазнобанька да ну вот и вот это вот все знаки уходит эта песня я захожу в тик ток это очень кстати хорошая площадка где можно наблюдать настроение людей да ну по вот этим вот маленьким роликом ты за там 10 минут узнаешь гораздо больше чем там вычитывая что-то длинные какие-то тексты тоже об этом тоже как-нибудь поговорим и вот значит я смотрю чеченцы начинают петь эту песню накладывает туда свои чеченские вот эти вот ну как мотивы да ритм свой своих и национальных песен да подкладывая под эту песню сейчас петь ее танцевать под эту песню то есть она заходит там еще какие дагестанцы вообще ну в общем понимаете дачу я говорю то есть я понимаю что там все что это сработало но это срабатывает только тогда и не на пустом месте это сработало понимаете русский мир не на пустом месте это сработал и сработало и объединила россию потому что до этого 20 лет с приходом путина я это да я именно это ставлю знак равно приход путина и начало объединения именно россии потому что до до его прихода россия была на грани развала и вот с приходом путина началось началась такая знаете долгая кропотливая работа во-первых самое первое что они сделали это ну вот путина его команда да это обезглавили вот эти вот националистические движения которые были там за rhythm да вот как бы вот мы тут россия для русских но выводы эти вода националистически сумасшедшие потихоньку это было сделано это нигде не афишировалась особо по плитягивали их не за их национальные какие-то там до убеждения и идеи а по притягивали их просто по уголовке там возьми любого наца коль 보여드�ю возьми любые националистические вот Вот эти вот организации, они все прошиты уголовкой, понимаешь? Там любого бери, и ты статью найдешь. Вот, во-первых, это, ушло это, да, потом вот это вот примирение с Чечнёй большую роль сыграло, да, тоже Путин сыграл на этой теме большую роль. И дальше, дальше, потихоньку, потихоньку, понимаете, и вот так вот в течение 20 лет общество российское работало на объединение внутреннее. Под названием «Русский мир», идеологический русский мир сработал. Я вам серьезно говорю, сработал. Даже люди, находящиеся сейчас за рубежом, вот русские, да, они тоже, даже не русские, они тоже начинают себя ассоциировать вот с этим русским миром. Я, ну, для молодого немножко поясню, как это происходит, вот какой триггер, да. Помните, у нас была такая группа «Знобщий сдох», довольно популярная. И они спели песню «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра». Вот эта песня, ну, скажем так, русская песня, да, они на эту русскую песню наложили молдавские мотивы, молдавские вот национальные вот эти вот всякие штучки, да, и спели эту песню в своем молдавском национальном стиле. Вот это, вот это и есть вот такой вот, скажем так, встроенность в русский мир. Вот так вот молдаване встраиваются в русский мир, допустим, да, вот чеченцы тоже вот встроились под эту белую березнику. То есть есть, есть, пошло, процесс пошел, я это вижу. И тут Михаил выходит и предлагает украинский мир, вот, и то, что именно Михаил предложил украинский мир, попытка, да, украинского мира, я понимаю, что и он понимает, что русский мир сработал, да. И даже многие украинцы, которые вот в восточной части, они ушли под этот русский мир спокойно, да, вот я разговариваю с людьми, которые живут в Донецке, в Луганске, там, ну, вот где вот, ну, те территории уже, которые присоединены, они четко понимают, что они русский мир. Все, и то, что они были украинцами, это страшный сон, они не хотят об этом вспоминать. Вот, так вот, Михаил, я тебе скажу такую вещь про Чеплыгу, да, про украинский мир. Сработает ли его идеология? Уже это очень поздно, к сожалению, потому что объединение страны, оно не происходит по щелчку, понимаешь, не происходит. Если ты работаешь, если вся твоя государственная машина работает на разъединение страны, а у вас все 30 с чем-то лет это работало, работала эта машина, да, на разъединение страны, то даже внешняя угроза, которая у вас произошла, не сработала, ты же сам видишь, не сработала, не объединила. Это буквально там на каких-то пару месяцев, и все, и дальше пошло опять, понимаешь, это вот не работает. В России внешняя угроза сработала, понимаешь, но только потому, чтобы до этого было 20 лет политики, скажем так, направленной на объединение. А у вас, ну, у вас нет этих 20 лет, у вас даже года нет. К сожалению, это очень долгая, 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 кропотливая работа. Вот, поэтому очень мне тоже, я тоже ждала какого-то хорошего, да, хорошие такой идеологической подоплеки, основы, да, для той Украины, которая там останется, может быть, со словом Украина, да, что какая-то идеологическая такая вот история должна была быть, ну, нормальное, вменяемое государство. К сожалению, нет, 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 и еще раз нет. И то, что вот ваши вот эти, там куча вот целых вот этих вот националистических образований, да, которых там пытаются как-то интегрировать в ВСУ, интегрировать в милицию, интегрировать в силовиков, не получается. Ну, никак это не получается. А их не интегрировать надо было, их сажать надо было. Понимаешь, Мишенька, вот я сейчас с ним заочно так разговариваю. И интегрировать этот кошмар не получится. Нациков, вот националистические вот эти все радикально-националистические образования, не получится интегрировать никуда. Это все, это приговор этим людям. Они не смогут интегрироваться. Их просто надо, ну, тех, кто еще не совсем туда залезли, кто не запачкал, как говорится, руки еще, ну, оторвать и как-то в себя привести. И то, это, наверное, всю жизнь у него вот эта вот история в голове превосходства, знаешь, превосходства, такое вот, что он, он белый, вот, скажем так, он арый, да, и такие, понимаешь, с ним это все равно останется, это все оставшуюся жизнь. А вот, а это просто нужно людей изолировать от общества, сажать и как-то наказывать, но не за то, что, хотя сейчас уже можно и за все, понимаешь, но сам факт того, что у вас этого не было, в Украине этого не было, и сейчас они до сих пор чувствуют себя превосходственным таком состоянии, да, вот эти националистические батальоны все. Ну, к сожалению, Миша, не получится. Очень я надеялась на Щеплыгу, очень, правда, надеялась, думала, что какие-то все-таки будут интересные идеи, но не получится. Это объединение на основе «Украинский мир» не получится, Михаил. А он потом еще очень много роликов выпустил, он объясняет, что такое украинский мир, он потом расшифровывает, он потом пытается дать какие-то там инструменты, как это все, ну, как строить новое государство, да, неплохо, все, да, слушаешь, просто прелесть. Ну, это все словами, если мы понимаем, мы понимаем, что это не сработает уже, потому что, к сожалению, это очень поздно, к сожалению, это очень поздно. То есть для того, чтобы это сработало, надо было 20 лет, а в Украине этих 20 лет нет. Вот все, что я хотела сказать по поводу нового идеологического, скажем так, посыла для новой Украины, новой идеологии для новой Украины. Пока я не вижу, не нашла, видимо, может быть, это не Чаплыга, я не знаю, но, скорее всего, имелось в виду все-таки, что это было Чаплыга. Я других там не вижу, ну, вот я не вижу других, кто бы смог четко, понятно, сформировать идеологию украинского государства на следующем этапе своего развития, да, пока не вижу. Спасибо за внимание, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok